Оп, а что это у нас тут? А у нас тут кое-что полезное. На сайте FIPI выложили официальный вариант досрочного периода ЕГЭ. Почему это для нас полезно? Во-первых, мы решим реальный вариант с ЕГЭ 2023 года. Прям реальный, несли вы какие-то. Второе, это суперпрактика, потому что досрочный период, основная волна и резерв должны быть очень похожи между собой по сложности заданий и по типу заданий. Конечно, не факт, что вам попадутся именно такие же задания, но в прошлом году попадались варианты из досрока. Ну, именно варианты заданий. Окей, ну что, давайте решим. Тут мы еще классно с вами попрактикуемся сейчас и вспомним кусочки теории и важные нюансы. Где найти вот этот вариант? Можно найти, например, в моем телеграм-канале Биосинтез Сотки. Можно QR-код отсканировать или просто Биосинтез Сотки в поиск телеграма вбить, либо ссылки в описании под видосом. Плюс там еще очень много крутых файликов. Например, недавно я все-все-все методы из ЕГЭ собрала в одном месте и сделала вам файлик. Вот. И вообще мы там к ЕГЭ готовимся, поэтому вступайте, конечно, если еще не. Давайте немножко познакомимся. Меня зовут Лина Клевер. Я преподаю биологию уже 8 лет. У меня есть сертификат эксперта ЕГЭ. Я закончила НУВШ и работала в научной сфере, исследовала МОЦК. Ну и у меня очень много классных учеников, которые очень круто сдают ЕГЭ, поэтому присоединяйтесь к нашей движухе. Ладно, погнали решать. Первое задание. Рассмотреть таблицу признаки живых систем. Итак, у нас здесь, тут очень внимательно читайте, что от вас хотят. Так, признаки живых систем. Так, клеточное строение. Клетка, супер. Так, и тут две собаки размножаются, у них щенята. А тут нужно прям реально знать признаки живых систем. Например, на предбаннике, на нашем финальном курсе мы прям все пройдем для первого задания. У нас будут прям отдельные таблички. Так вот, это признак наследственность. Пишем наследственность. Наследственность. Шикарно. Второе задание. Сложненькое. В эксперименте исследователь планирует с помощью химических реагентов подавлять рост пыльцевой трубки. Представляете? Вот это он дает. У самоопыляющегося цветкового растения. Как при этом изменится количество созревших плодов и количество семя зачатков? Так, чтобы решить это задание, нам нужно вспомнить строение пестика и что там вообще происходит. Итак, пестик состоит из рыльца, столбика и завязи. Так, это рыльца, это столбик, это завязь. Внутри завязи находится семя зачаток. Семя зачаток содержит зародышевый мешок. То есть внутри семя зачатка зародышевый мешок. Давайте подпишем. Так, семя зачаток, А внутри семя зачатка зародышевый мешок. Зародышевый мешок. Хорошо. Внутри зародышевого мешка находятся 8 клеток. Три с одной стороны, три с другой стороны и две сливаются посередине в центральную клетку. Одна из этих клеток, это вообще-то яйцеклетка. То есть именно здесь происходит оплодотворение. Как запомнить всю эту конструкцию? Типа завязь, а внутри завязи семя зачаток, а внутри еще и зародышевый мешок. Я придумала классную запоминашку. Вспомните сказку про Кощея, где смерть Кощея находится в яйце, яйцо в утке, а утка в зайце. Слово «зайц» очень похоже на слово «зависть». Внутри зайца семя зачаток, не туда, вот, семя зачаток – это утка, а внутри утки – яйцо, то есть зародышевый мешок. Как раз там зародыш получается из зародышевого мешка, ну, при оплодотворении яйцеклетки. Поэтому как раз даже функции подходят. Роскошно. Так, рисуем пылинку. Правильно ее назвать – пыльцевое зерно. То есть, вот сюда, значит, должно прилететь пыльцевое зерно. Пыльцевое зерно, или по-простому пыльца. Но называйте, пожалуйста, это пыльцевым зерном. Это мужской гометофит важный. Так вот, пыльцевое зерно такое айла-лайла и прилетает на рельс пестика. Дальше. В пыльцевом зерне находятся две клетки. Одна называется вегетативная, а вторая называется генеративная. Вегетативная. Вегетативная. Веган. И генеративная. Так вот, именно вегетативная клетка обеспечивает прорастание пыльцевой трубки до семизачатка. И, соответственно, потом вся эта красота попадает в зародышевый мешок. Генеративная клетка же делится на два спермия. И эти два спермия спускаются по пыльцевой трубке, чтобы оплодотворить там все. А что оплодотворить? Один спермия оплодотворяет центральную клетку, а второй спермия оплодотворяет яйцеклетку. В итоге вот здесь получается зигота, а потом зародыш, а вот тут эндосперм в семени. В итоге из всей этой конструкции, и вот этой, и вот этой, получается семя. Плюс, если мы еще стенки завязи подключим, то из вообще вот этой, вообще всей конструкции, получится плод. То есть, получается, что плоды образуются только после оплодотворения. А если мы вот эту пульцевую трубку, как и в эксперименте, уничтожим, то, конечно же, плоды образовываться не будут. Но при этом семи зачаток, как был тут, так и остался. Поэтому количество семи зачатков не изменится. То есть, пишем циферку 3, а количество плодов, конечно же, уменьшится. То есть, ответ правильный 2-3. Красота. И едем дальше. Третье задание. Клетки зародыша рыбосемной содержат 14 хромосом. Сколько хромосом имеют яйцеклетки рыжепосемной? Зародыш, он всегда диплоидный. Он всегда 2Н, потому что это всегда, как бы, он всегда образуется из зиготы, а зиготы всегда образуются при слиянии яйцеклетки и сперматозоида. В общем, зародыш всегда диплоидный, значит, 2Н равно 14 хромосом. Значит, яйцеклетки вообще всегда имеют 1Н гоплоидный хромосомный набор. Тут можно даже не думать. Просто 14 делим пополам, получается 7. Очень-очень простое задание. Но все-все-все хромосомные наборы всех клеток нужно знать. Обязательно. И в ботанике, и у голосеменных, и у мухов, и у покрытосеменных. А в зоологии там, в принципе, все просто. Все клетки тела имеют диплоидный хромосомный набор, и только яйцеклетки и сперматозоиды имеют гоплоидный хромосомный набор. 1Н. Все. Дальше. Четвертое. Сколько видов гомет формируется у родительского организма с генотипом А большая, А маленькая, Б большая, Б большая? Так, давайте попробуем. Вот такой вот организм у нас получается. И вопрос внимательно. Сколько видов гомет? Попробуем сделать гометы. Все возможные варианты. У нас может быть вот такая гомета и вот такая гомета. Все, конец. Больше вариантов гомет не может быть. Значит, мы пишем всего два варианта. Ответ четвертого задания. Два. Дальше. Пятое и шестое. Тут у нас красота красотенечная. Здесь у нас, конечно же, онтогенез и эмбриогенез. Так, цифра 4. Это у нас зигота. Зигота. Зигота начинает дробиться, то есть это дробление. Потихоньку образуются клеточки. Это просто деление метозом без увеличения размера клеток. И вот эти клетки называются, между прочим, бластомеры. Бластомеры после дробления. Когда бластомеров становится много, они образуют такой комок, который называется морула. Морула, клетки морула, начинают выделять жидкость внутрь. И получается такой однослойный зародыш. Это у нас бластула. Дальше. Стенки бластула начинают пячиваться. Вот тут видно впячивание. И теперь у нас двухслойная конструкция. Это уже гаструла. Гаструла. Потом потихоньку начинает образовываться нервная трубка, порода, мезодерма. И вот тут остается энтодерма. Ну а вокруг уж до конца вспомним эктодерма. И вся эта конструкция называется нейрула. Нейрула. И каким номером обозначена гаструла? Конечно же цифркой 8. Все. Роскошно. Вы восхитительны. Дальше. Этапы эмбриогенеза. 1, 2, 3. 1 морула, 2 бластула, 3 нейрула. Прям подпишем вот тут. У нас тут морула, бластула, бластула и нейрула. И нейрула. Так. Образование кишечной трубки. Где происходит? Так, давайте по-простому. Морула это просто комочек клеток, вообще не специализированных вообще никак. Бластула это тоже всего лишь один слой клеток, там тоже клетки вообще никак не специализированы. Какие-то кишечные трубки, нервные трубки, сложные конструкции, конечно же образуются у нейрулы. Поэтому кишечная трубка сразу нейрула. Закладка нервной трубки, конечно же, сразу нейрула. Все. Формирование осевых структур эмбриона тоже что-то сложное, да? Тоже 3 нейрула. Дальше. Развитие бластуцеля. Бластуцель это внутреннее содержимое у бластулы. Скажем так, это ее полость вот эта вот. Бластуцель. Ну и легко даже по названию понятно, что это относится к бластуле. 2. Дальше. Дробление. До стадии 32-клеточного зародыша. Это как раз морола. То есть зигота дробится, дробится, дробится. Получается комочек из 32 клеток. Это морола. Пишем циферку 1. Формирование первичной полости. Первичная полость это самая первая полость. И она характерна будет именно для бластулы. То есть тут мы пишем циферку 2. Отлично. То есть как раз вот это бластацель, да? Вторичная полость сформируется уже, кстати, на стадии нейрулы. Вы роскошны, вы восхитительны. И это, кстати, очень полезное задание для второй части тоже. Потому что если вас спросят, что у нас на стадии нейрулы образуется, какие-то массовые структуры, то вы как раз скажете. Нервная трубка, кишечная трубка и хорда. Все роскошно. Дальше шестое задание мы сделали. Давайте седьмое. Три верных ответа. Какие из приведенных клеток имеют гаплоидный хромосомный набор? Ой, я же говорю, важно знать все хромосомные наборы всех клеток. Как раз потренируемся. Сперми цветкового растения. Это как сперматозоид. Имеет один N-хромосомный набор. Это то же самое, что гаплоидный. Поэтому выбираем один. Спора кукушки на льна. Споры всегда вообще. Видите, слово спора точно гаплоидное. Это цифра 2 вообще-то. 2. Зигота всегда диплоидная. Любая зигота. Клетка заростка папоротника гаплоидная. Вообще все заростки тоже всегда гаплоидные. Хоть у кого. Значит 4 подходит. Проверяем дальше. Клетка спорофита. Всегда все спорофиты всегда диплоидные. И клетка эндосперма. Тут внимательно смотрим, какого растения. Если цветкового, то 3N. А если было бы эндосперм голосеменных, то был бы 1N. Но у нас тут 3N, поэтому не подходит. В итоге у нас ответ 1, 2, 4. Красота. Восьмое задание. Установите последовательность процессов световой и темновой фаз фотосинтеза. Значит, вспоминаю фотосинтез. У нас здесь есть фиксация углекислого газа. Это в конце. Это значит, что в темновой фазе там уже образуется в конце глюкоза из углекислого газа. То есть это темновая. Последняя фаза. Образование на ДФАЖ. Это в световой фазе. Образование глюкозы в темновой фазе. Синтез крахмала. Это точно темновой фаза. Даже может быть и не фотосинтез. И фотолиз воды. Это световая фаза. Давайте я вам очень быстро расскажу, как происходит фотосинтез. Итак, у нас есть 2 фазы. Световая и темновая. Вот мы нарисовали хлоропласт. У хлоропласта есть такие вот монетки внутри. Они называются телокоиды. И на мембране телокоида происходит первая. Световая фаза. Она зависит от света. Темновая фаза происходит вот тут в жиже хлоропласта. Темновая. Темновая. Она на самом деле просто светонезависимая. То есть она происходит и на свету, и в темноте. Так вот. Вот тут на мембране телокоида происходит вся световая движуха. Фотон света попадает на телокоид. Там хлорофилл. Из хлорофила выбивается электрон. Из-за этого происходит фотолиз воды. 5. Вода расщепляется как бы на кислород. Кислород нам не нужен. Мы выводим его наружу. Побочный продукт. А водород распадается на электроны, которые начинают идти по мембране. И на протоны водорода. Протоны водорода выходят и начинают, короче, опять идти через мембрану, чтобы раскрутить АТФ-синтазу и синтезировать АТФ. Плюс часть водородов восстанавливают переносчик водорода на ДФАЖ. Поэтому у нас сначала фотолиз, потом образование на ДФАЖ. Или восстановление по-другому на ДФАЖ. Далее у нас в световой фазе, в итоге мы поняли, образовалось на ДФАЖ и образовалось АТФ. Вот эти две штуки нам очень нужны уже для темновой стадии фотосинтеза. И в темновой стадии мы берем углекислый газ, СО2, и с помощью как раз энергии АТФ с помощью энергии АТФ и водородов на ДФАЖ из углекислого газа, когда мы его связываем, связываем, связываем вместе, мы получаем С6H12O6. То есть это связанные СО2, 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 СО2 между собой, там 6 штук будет, 6. Водороды мы забираем от переносчика водорода и связываем это все с помощью энергии АТФ. Все, у нас получается глюкоза. То есть получается, что сначала мы должны с вами зафиксировать углекислый газ. Цикли калевина, кстати, это происходит. После этого образуется глюкоза 3 и синтезируется крахмал, потому что крахмал – это совокупность связанных между собой глюкоз. Поэтому 4. У нас получилось 5, 2, 1, 3, 4. Проверяйте, пожалуйста. Красота. Теперь давайте 9 задание. Оба! Тут 9 и 10 вместе, то есть это у нас такая теперь конструкция из заданий. Давайте посмотрим. Наконец-то нормальные картинки, не то что у Рохлова. Приблизим. Кто это у нас тут такой? Вообще у нас здесь тип членистоногие. Все относятся к типу членистоногие. Так, 1 – это муравьишка, это класс насекомое. 2 – это клещ, относится к классу паукообразные, как мы это понимаем. 1, 2, 3, 4 – порнок. Клещ. Это паукообразные. Паук. Паукообразные. Дальше у нас здесь с вами, между прочим, это у нас что за красавчик? Скорпион. Скорпион тоже относится к классу паукообразных. То есть и клещи, и скорпионы, и, кстати, вот тут еще паук. Вот они все как раз представители класса паукообразные. И у них у всех должно быть 4 пар ног. У скорпиона клешни 1, 2, 3, 4. И у паука мы тоже знаем 1, 2, 3, 4. Считаем количество ног. Если 4, то класс паукообразные. Дальше. У нас здесь есть класс ракообразные. Класс ракообразные. Как мы это понимаем, должно быть 5 пар ног. 1, 2, 3, 4, 5. Ракообразные, значит, крабик. И кузнечик. Это класс насекомые. Восхитительно. Всех подписали. Так. На рисунке под каким номером изображен организм, который строит ловчие сети? Честно, это что за супер простое задание? Окей. Паук, конечно, 6. Дальше. Нам нужен 1, 2 и 3. То есть нам нужен муравей, клещ и скорпион. Подпишем их тут. Муравей. Муравей. Клещ. И скорб. Скорпион. Так. Питается кровью позвоночных животных. Кто у нас присасывается к людям, к животным и ко всему остальному, конечно же, клещ. Имеет 3 пары ходильных ног. Конечно, муравей единственные относятся к насекомым. Содержит ядовитую железу в последнем отделе тела. Тут, слава богу, паука нет. Муравьи и клещи не ядовитые, а скорпионы бывают. Поэтому, конечно же, 3. Очень простое задание. Некоторые особи крылатые. Муравьи. У вообще насекомым характерно наличие крыльев. Дальше. Состоит из головы, груди и брюшка. Три отдела есть только у класса насекомых, значит, муравей. Способствует распространению энцефалита. Все, наверное, знают, что клещи переносит у нас энцефалит. В итоге получается 2, 1, 3. 1, 1, 2. Проверите, пожалуйста, котята. Едем дальше. 11 задание. Выберите три верных ответа из шести. Какие функции выполняет цветок злакового растения, изображенный на рисунке? Тут у нас роскошная картинка ветра опыляемого цветка. Вам тоже может такое попасться, поэтому вспомним, как он устроен. Вот это 2. Это как будто бы лепесток, но на самом деле это редуцированный лепесток. Можно сказать, что это редуцированный околоцветник, потому что, так как опыление ветром, он должен просто не мешать опылению ветром. Это редуцированный околоцветоник. Или просто, можно сказать, цветковые чешуи. Дальше. У нас здесь есть тычинки. А у этих тычинок есть, во-первых, тычиночная нить. Вот она. Тычиночная нить. А на конце находится большой пыльник с кучей мелкой сухой пыльцы, которая легко переносится ветром. Ага, класс. Давайте напишем. Это у нас пыльник и тычиночная нить. В итоге целиком тычинка. Дальше. Самое интересное. Вот эта конструкция мохнатая. Это на самом деле пестик. Это пестик. Он круглый. Видите? И у него опушённые рыльцы. То есть вот это мохнатая, это на самом деле просто опушённые рыльцы пестика. Это рыльца пестика. То есть пестик сам круглый. О, красота. Для чего мохнатая рыльца? Для того, чтобы улавливать вот эту сухую, лёгкую пыльцу и проводить её в зависть, где происходит оплодотворение, как мы уже с вами знаем из второго задания. Красота. Так вот. Какие функции выполняет цветок злакового растения на рисунке? Защита от насекомых вредителей. Но не то, чтобы защищает, я бы скорее не выбрала. Половое размножение. Конечно, да. Обеспечение ветропыления. Конечно, да, это ветропыляемый. Образование большого количества лёгкой пыльцы. Конечно, да. Привлечение насекомых опылителей. Нет, потому что это ветроопыляемое, а не насекомое опыляемое. И выделение нектара. Нет. Нектар нужен, чтобы приманивать как раз всяких опылителей, которые кушают нектар, приманиваются им запахом, вкусом, вот это всё вкусненько им. И поэтому они, собственно, опыляют. А тут только ветер, скажем так, нам в помощь. Поэтому, соответственно, нет. В итоге получается два, три, четыре. Двенадцатое самое простое в моей жизни, как всегда. Но внимательно читайте, с какого ранга. Вообще, если вы круто знаете ЕГЭ и много решали, не быстро прочитывайте задание. Всегда читайте его медленно. Каждое слово выникайте. Даже если вы уже суперэксперт на решивании ЕГЭ. Хорошо. У меня стобальник так один раз и получил девяносто восемь баллов из-за двенадцатого задания, потому что, ну, не посмотрел на ранг. Так бывает. Это нормально, но вы знаете, не делайте так. Внимательно всегда читайте задание. Так, самого низкого ранга. Значит, подсолнечник клубненосный. Топинамбург, кстати, между прочим. Один. Это видовое название. Дальше ищем подсолнечник. Есть? Да, шесть. Это родовое название. Потом подсолнечник относится к семейству сложноцветные. Кстати, можно запомнить. Классу двудольные. Отдел покрытосеменные. И царство растения. Поехали. Тринадцатое. Тут у нас красота, дыхательная система. Давайте все подпишем. Что первое? Это носовая полость. А, жирно. Носовая полость. Цифра 4 и цифра 2. Что это? Так как это у нас, соответственно, дыхательная система, то мы понимаем, что цифра 2 – это явно гортань. Гортань. Цифра 4 – это, скорее всего, полость глотки, потому что это общая часть с дыхательной и пищеварительной системой. Цифра 3 – трахея. Цифра 7 – бронхи. Цифра 8 – бронхиолы или маленькие бронхи. Цифра 5 – нам специально кружочками обвели, что это как бы не трубка, а вот пузырьки, да? Это альвеолы. Или альвеолы. И 6 – это дыхательная мышца, диафрагма. Диафрагма. Роскошно. Какой цифрой обозначена диафрагма? 6. Дальше. Структура дыхательной системы. 1, 2, 3. 1 – нос, 2 – гортань, 3 – трахея. 2, 3 – носовая полость, гортань и трахея. Не буду сокращать это слово. Так, хорошо. Теперь давайте решаем задание. Способствует первичному очищению и увлажнению вдыхаемого воздуха. То-то есть слово «первичное». У нас, в принципе, все эти конструкции участвуют в этом процессе. Но, так как первичное, то мы понимаем, что надо самое первое выбрать – нос. Предотвращает попадание пищи в дыхательные пути. В гортани есть суперконструкция, которая называется надгортаник, и она закрывается, когда ты глотаешь. Поэтому, ну, прям выражена функция у гортани, конечно. Так, содержит обонятельные рецепторы, а не в носу. Содержит надгортаник, а, гортань. Образована хрящевыми полукольцами – трахея. И осуществляет голосообразование. В гортани находятся голосовые связки. Получилось 1, 2, 1, 2, 3, 2. Дальше. Пятеннадцатое. Так, три верных ответа. Что может быть… Так, чем может быть вызвано плоскостопие у человека? Так, первый вариант. Частым и длительным стоянием. Какое интересное задание. Какое-то на здоровье. Хождение босиком по неровной поверхности. Неправильные позы за письменным столом. Избыточной массой тела. Ношение муской обуви. Защемлением нервов. Иннервирующих мышцы бедра. Как вам такое задание? Вот это, кстати, не простое вообще. И тут, конечно, можно гадать. Ну, гипотетически много чего может вызвать плоскостопие. Но плоскостопие – это когда у тебя пропадает свод стопы. И тут я думаю, что самое важное – это причины, почему стопа может стать плоской. Во-первых, это точно может быть из-за искривления позвоночника, из-за неправильного положения, вот когда ты существуешь в мире. И поэтому специально такие вот стельки применяют. Я бы выбрала частое длительное стояние – один. Хождение босиком панированной поверхности – точно нет. Это даже полезно для ног. Это 100%. Избыточная масса тела точно может повлиять на плоскостопие. Потому что масса тела давит на стопу, на всю конструкцию ноги. И, соответственно, получается такое плоское что-то. И ношение узкой обуви – это 100%, потому что у тебя там стопа пережимается. Но задание очень спорное. И я понимаю, если вы очень сомневаетесь, что вообще тут выбирать. Оно реально, ну такое, знаете, скорее на какие-то жизненные знания, об плоскостопии, рекомендации какие-то, которые в детстве давали. В общем, задание не очень дизлайк. Решаем 16-е задание. Установите последовательность передачи нервного импульса по дуге условного слюноотделительного рефлекса собаки на звонок. Так, тут на звонок, а это значит, тут именно условный рефлекс. Вообще, в 16-м задании очень любят рефлексы. Скорее всего, именно они вам попадутся. И нужно знать и дугу в спинной мозг, и дугу вообще по условному рефлексу и в головной мозг. Давайте вспомним сначала про спинной мозг. Немножко теории, это очень важно знать. У нас есть с вами спинной мозг. В спинном мозгу находится такая бабочка из серого вещества. И, соответственно, как происходит дуга? У нас есть рецептор. Рецептор. Рецептор передаёт нервный импульс по чувствительному нейрону. Кстати, тело чувствительного нейрона находится вне спинного мозга, в специальных спинномозговых ганглях. Вот тут. Дальше. Заходим через задние рога. И тут может быть два варианта. Либо здесь будет вставочный нейрон, либо не будет. Давайте без него нарисуем. Тут мы переключаемся на тело двигательного нейрона. И через передние рога, а потом передние корешки, посылаем нервный импульс в рабочий орган. Рабочий орган. В итоге у нас рецептор. Чувствительный нейрон. Заходим через задние корешки, потом через задние рога. Переключаемся на двигательный нейрон. Подписываем. Это двигательный нейрон. И двигательный нейрон уже запускает какой-то рабочий орган. Теперь давайте разбираться с условным рефлексом. Как он формируется. Для этого нам нужно будет нарисовать мозг. Также нам понадобится из задания рецепторы улитки, слюны и железы. Нужно нарисовать обязательно слуховую зону. Слюноотделительный центр в пролуговатом мозге и чувствительный нейрон. Значит, рисуем сначала. Это ухо. У нас улитка это часть внутреннего уха. То есть тут у нас там среднее ухо. Ну и в итоге, короче, просто нарисуем очень схематично улитку. Внутри улитки находится кортиев орган. Это рецепторная часть улитки. Вот это рецепторы улитки. Рецепторы улитки. Еще нам понадобится язык и вообще ротовая полость. Это будем считать, что язык такой. Плюс слюные железы обязательно. Солюные железы. Также мы должны с вами нарисовать хотя бы хоть как-то схематично кору головного мозга. Давайте мы ее нарисуем просто вот такой наружный, скажем так, наружным слоем. То есть у нас вот тут будет кора головного мозга. Конечно, на самом деле она как бы покрывает весь мозг, но мы схематично вот так нарисуем. Так будет попроще. Значит, это у нас кора, да? В этой коре нам нужно будет нарисовать центр. Давайте посмотрим, какой слуховая зона. Слуховой центр. Слуховая зона. И еще нам нужно здесь нарисовать пищеварительную зону, скажем так. Зону, отвечающую за восприятие, анализ там пищи. Вот что-то такое. Пищеварительная. Это пища. Пищеварительная зона. И также нарисовать продолговатый мозг. То есть вот тут у нас где-то тут примерно нарисуем продолговатый мозг. И там у нас слюноотделительный центр. Продолговатый мозг. Слюноотделительный центр. Хорошо. У нас в итоге много чего нарисовано. Так вот, разбираемся, как формируется условный рефлекс. Условный рефлекс формируется на базе безусловного. Безусловный рефлекс это когда собака, как нормальная собака, выделяет слюну на пищу. То есть, как работает безусловный рефлекс. У нас есть рецепторы в языке, например. И эти рецепторы в языке по чувствительному нейрону посылают нервный импульс в продолговатый мозг. Там находится центр слюноотделения. Центр слюноотделения посылает нервный импульс по двигательному нейрону в слюные железы. И слюна выделяется. Все. Ну, плюс еще параллельно мы в пищевую зону посылаем нервный импульс, чтобы собака понимала, что она ест. Анализировала это. Поэтому у нас еще тут как бы зажигается, работает вот эта вот зона пищевая. Хорошо. А теперь давайте представим, что будет, если одновременно вот с этим безусловным рефлексом давать собаке какой-то звук. Ну, в данном случае звук, потому что у нас здесь именно рецепторы улитки. Значит, мы одновременно, когда кормим собаку, звоним в звонок. Значит, у нас возбуждаются рецепторы улитки, подают сигнал в слуховую зону в височной доле коры головного мозга. То есть в виске, на самом деле, тут находится. И слуховая зона как бы зажигается и начинает активно работать. В итоге две зоны, вот эти, они работают как бы одновременно совместно. Они зажигаются совместно. Получается, из-за этого между ними формируется временная связь, которая как раз и формирует условный рефлекс. В итоге у нас дуга будет такая. Давайте красным цветом ее прям обозначим. Итак, у нас есть рецептор улитки. Он передает по чувствительному нейрону нервный импульс в слуховую зону коры. Это чувствительный нейрон ЧН. Дальше. Слуховая зона. Так как она связана с пищевой зоной, мы тут сформировали условный рефлекс. Собаке звонили в звонок, когда она ест. Тоже из-за этого как бы зажигается, загорается. Потом от пищевой зоны мы должны послать нервный импульс в пролуговатый мозг, потому что он отвечает за слюноотделение. И потом уже по двигательному нейрону послать импульс в слюную железу. Двигательный нейрон. Слюная железа в ответ на это выделяет слюну. Все. В итоге мы на звонок выделяем слюну. Слюна. Роскошно. Поэтому последовательность у нас будет тут такая. Сначала, да, у нас условный рефлекс. Рецепторы улитки, потом чувствительные нейроны, которые передают от улитки импульс, да. Далее слуховая зона в коре больших полушарий, потом пищевая зона, но ее здесь нет, поэтому сразу выбираем слюноотделительный центр продолговатого мозга, 4, и слюные железы, 2. Вот у нас так и получилось. 1, 5, 3, 4, 2. 17 задание. Выберите три предложения, в которых даны описания физиологического критерия вида. О, давайте как раз вспомним критерии вида. Озерная лягушка обитает на большей части Европы, Передней и Средней Азии. Если вы видите большие буквы географических названий, это точно географический критерий, значит не подходит. В врачный период у озерных лягушек активно функционируют половые железы. Процесс какой-то физиологический описан, да? Образуются половые гормоны и гометы, конечно же, да, физиологический процесс. 3, при гометогенезе у самки образуется процесс, да, яйцеклетки с запасом питательных веществ. 3, подходит. Максимальная длина тела самки составляет 17 см, а у самцов, ага-га, сразу понимаем, что это про описание внешних каких-то признаков, значит это морфологический критерий. Половая зрелость у особи данного вида наступает в возрасте 2-3 лет. Половая зрелость это тоже внутренний физиологический процесс, поэтому 5 тоже подходит. Проверяем дальше. Питаются лягушки насекомыми, моллюсками, ага-га, все, чем они питаются, это точно будет экологический критерий. Как отличить экологический критерий и физиологический? Физиологический это именно про внутренние процессы, прям вот внутри тела лягушки или что-то, кто там будет, да? А экологический это всегда связь с внешней средой. То, что ест, где обитает, какое место обитание предпочитает. Вот, поэтому если про сроки размножения, длину жизни, всякие процессы внутри, это физиологический. Ха, красота. 2, 3, 5. Восемнадцатое. Какие из перечисленных действий человека приводят к опустыниванию? Окай. Чрезмерное использование гербицидов, то есть какие-то химикаты, да? Интенсивное земледелие. Сразу да. Если ты интенсивно вскапываешь землю и чрезмерно там что-то выращиваешь, почва разрушается, это точно, давайте пока вот так запишем, точно приведет к опустыниванию. Загрязнение водоемов отходами промышленности. Это то же самое, что гербициды очень сильно загрязняют, но вот про опустынивание непонятно, произойдет или нет. Перевыпуск скота на пастбищах тоже супер-мега стандартно. Для опустынивания 100% подходит. Скот съедает всю траву, вытаптывает, разрушает почву, опустынивание. Истребление животных. И остается, да? И сброс сточных вод. Вот тут теперь можно подумать, да? Ну, сброс сточных вод как будто бы точно не подходит, потому что тут тоже какое-то вот про водоемы, да? Тут вообще про водоемы, про загрязнение водоемов. Истребление животных у нас тут есть. И чрезмерное использование гербицидов. И нам нужно из вот этих двух неочевидных пунктов выбрать один. Истребление животных, оно может вызвать опустынивание, если это, например, животные-насекомые опылители, которые, ну, в итоге-то, да, опыляют цветы, всякие разные травки, и все, они тогда не будут размножаться, и это приведет к опустыниванию. Чрезмерное использование гербицидов тоже может привести к опустыниванию, потому что гербициды это, кстати, что? Гербициды, давайте прямо вот на слово внимательно посмотрим. Гербициды это те ядохимикаты, которые работают против сорняков герба. Вот герб это означает растение. Гербициды, знаете как? Геноцид слово, это истребление. Цид означает истребление. То есть герб это растение, ну, гербарий, например, да, слово там растение. А цид истребление. Слово истребление растений нам очень-очень так намекает, что, возможно, все-таки вот это. Прям сильно намекает. Поэтому я бы выбрала один, два, четыре. Вот так. Девятнадцатое задание. Так, у нас тут сравнительно анатомические доказательства эволюции. Нужно выбрать аналогичные органы или гомологичные органы. Поехали. Разберемся сначала с растениями. Что такое у них аналогичные и гомологичные органы? У растений это просто одновременно просто и одновременно сложно. Потому что нужно просто знать, из какой части растения образуется то или иное образование. Если из одной и той же части растения, значит гомологичные. Если из разных, значит аналогичные. Например, клубень картофеля. Это что? Это видоизменный побег. Все клубни всегда видоизменные побеги. Побег. Угу. Клубни, но не клубеньки. Клубни. Корневые шишки георгина. Нужно знать, что у георгина это видоизмененный предаточный корень. То есть это корень. Хоп. Разные части растения. Да, значит аналогичные органы. Далее. Передние конечности крота и ласты кита. Как у животных смотрим? У животных смотрим, является ли это одной и той же как бы частью органа и близки ли животные между собой. То есть эволюционно это одни и те же, скажем так, органы или нет? Например, конечность крота и ласты кита. Во-первых, сразу легче всего на самом деле смотреть, к какому классу или просто типу относится животное. Если это очень близкие между собой родственники, то скорее всего у них будут гомологичные. Зацените. Крот и кит это кто? Молекопитающие. У них один класс. Значит, у них точно передние конечности будут гомологичны. То есть там одинаковые кости. Эволюционно они очень похожи. Развивались, скажем так, из одного и того же. Поэтому это точно будут гомологичные органы. Колючки кактуса и листья земляники. Так, колючки кактуса нужно знать, что это лист. Видоизменный лист. Листья земляники тоже лист. Значит, один орган, значит гомологичные. Два. Листья смородины и усики гороха. Тоже очень-очень важно знать, что усики гороха это видоизменные листья. Значит, листья и листья гомологичные. Два. Легочные мешки паука и легкие лягушки. Значит, паук это тип членистоногие. Лягушка это тип хордовые. Они вообще к разным типам относятся. Значит, у них точно не будет гомологичных органов. Эволюционно легкие паука и легкие лягушки очень-очень далеки друг от друга. Хоть и выполняют похожую функцию. Поэтому это точно аналогичные органы. Все. Вы восхитительны. Вы решили это задание. Двадцатое. Установите последовательность этапов пастбищной пищевой цепи. Ага, пастбищная. Хорошо. У нас есть еще дотритная. А пастбищная это просто обычная стандартная, которая начинается с продуцентов. Потом консумент. Консумент. Первого порядка. Второго порядка. Какого-то там еще порядка. Там третьего, четвертого, пятого. Да, в зависимости от того, сколько их. И в конце должны быть редуценты. Так. Так что циклопики едят одноклеточных водорослей. Поэтому выбираем его. Кто ест циклопиков? Ну, слушайте. Циклоп это очень маленькое, ракообразное. Поэтому, ну, разве что головастики им тут могут питаться. Три. Они как раз примерно таким и питаются. Потом окунь. Очень важно знать, что окуни хищники. Окунь хищник. Окунь хищник. Запомните. Пять. И цапля питается окунем. Вряд ли наоборот, да? Вряд ли окунь съест цаплю. Поэтому явно цапля тут вершина пищевой цепи. В итоге получается четыре, два, три, пять, один. Едем дальше. Двадцать первое задание. Так. Тут какая-то красота. Что я здесь вижу? Я здесь вижу миоз. Сто процентов миоз. Потому что здесь нарисованы биваленты. А они бывают только в миоз, в первое деление. То есть это миоз один. И тут видно, что они по центру. Значит, это миоз один, метафаза. Так. Тип деления миоз. Первое деление. Фаза. Метафаза. И процесс, который там происходит, это прикрепление нити веретена деления к центромерам. И второе. Выстраивание по экватору клетки. Давайте смотреть. Так. Мейоз. Пять. Б. Метафаза. Один. Три. И процесс. Так. Тут есть расхождение двуххроматидных хромосом к полюсам клетки. Это нам не подходит. Потому что это все-таки метафаза. А тут расхождение в анофазу происходит. Дальше. Выстраивание бивалентов в зоне экватора. Вот это точно подходит. Поэтому тут пять, три, шесть. В принципе, не очень сложное задание. Зацените. Надо просто знать миоз. Двадцать второе задание. Проанализируйте таблицу. Реакция мальков на загрязнение воды ТФФ. Не буду читать это страшное слово. Ладно, прочитаю. Три-фенилфосфат. Три-фенилфосфат. Так вот. Нужно просто проанализировать сначала таблицу. У нас концентрация три-фенилфосфата. Тут повышается. То есть мы ее увеличиваем. Число выживших мальков. То 93%. Тут почему-то 94%. И потом 92%. Как-то не очень логично. Видимо, они не очень так к загрязнению воды. В принципе, чувствительны. Количество вылупившихся икринок. Так, тут 94, 1, 94, 9, 91, 93. Тут тоже как-то не очень стабильно. Тут мы тоже не можем прям посмотреть, что конкретно где тут изменяется. Тут нет какой-то прямой зависимости. Дальше. Частота нарушений развития. Так, тут 0,5, 0,6, 0,9, 1,5, 2,0. Вот то, что, ага, вот тут точно мы видим закономерность, что из-за высокой концентрации больше нарушений развития. Тут мы прям увидели. Частота сердечных сокращений ударов в минуту. Так, тут 70, 60, 7, 68, 67, 57. Мы видим, что понижается частота сердечных сокращений. То есть, 3-фенилфосфат, возможно, понижает частоту сердечных сокращений. Масса тела. 5, 5, 1, 4, 7. Тут тоже не очень стабильная, скажем так, закономерность. Поэтому сейчас как раз прочитаем, что от нас хотят. Выберите все утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных. Итак, частота сердечных сокращений у мальков при отсутствии ТФФ выше, чем при добавлении ТФФ в различные концентрации. Тут у нас есть концентрация 0. Смотрим. Тут частота сердечных сокращений 171, а любая концентрация понижает частоту. Ага. Значит, тут в принципе правда. Да, мы видим, да. И первое мы точно можем выбрать по таблице, мы это увидели. ТФФ ядовит как для мальков, так и взрослых рыб. Тут мы точно ничего не можем сказать. Ядовит, не ядовит. У нас нет такого критерия. Мы смотрим только чисто по критериям из таблицы. ТФФ в определенных концентрациях может оказывать положительное влияние на мальков. Тоже инфы нет. При концентрации ТФФ 20 мкгнл были допущены ошибки при проведении эксперимента. Да, тут мы тоже ничего не можем сказать по таблице. Видимо, пятое должно подойти, надеюсь. В эксперименте была выявлена зависимость между концентрацией ТФФ и частотой нарушения развития мальков. Да, 100%, 1,5%, ура, нам подходит. А все, котята, мы с вами целиком и полностью сделали тестовую часть. Мы большие молодцы. Давайте ответы на тестовую часть я выложу тоже в нашем телеграм-канале, который называется «Биосинтус сотки». Вдруг вам понадобится, чтобы еще раз себя перепроверить. Ну и вторую часть я тоже обязательно выложу туда. Давайте, кстати, перейдем ко второй части. Можете сделать небольшой перерыв, потому что мы долго тут уже занимаемся, и перейти ко второй части. Вторая часть. Задание 23.24. Экспериментатор решил изучить влияние рентгеновского излучения на организм дрозофилы. Для этого он облучал популяции из тысячи мух, бедной мухи, разными дозами рентгеновского излучения. Результаты показаны на графике. Спасибо, что есть график, это очень полезно. Так, у нас тут есть доза рентгены, повышается, да? И у нас есть частота летальных генов. То есть, тут происходят с мухами генетические изменения, которые приводят к смерти. То есть, именно генетические летальные гены. Ладно, просто. Частота летальных генов у нас изучается. И мы видим, что частота летальных генов повышается при увеличении облучения. Какая тут будет зависимая-независимая переменная? Помним лайфхак. Скорее всего, в таблице вам уже тут все написано. Доза рентгены, это будет независимая переменная. Независимая. Значит, частота летальных генов будет зависимая переменная. Зависимая переменная. Все, вы восхитительны. Да, это вот так просто. Почему? Потому что независимая переменная это то, что мы меняем как экспериментаторы. Мы меняем дозу излучения. А в ответ на это влияние у нас что меняется? Частота летальных генов. Значит, это зависимая переменная. Да? То есть, это то, как мы влияем. А это то, что в итоге меняется. Красота. Все, это мы сказали. Галочку все ставим. Какие два условия должны выполняться при постановке отрицательного контроля? Так, читаем. Отрицательный контроль это экспериментальный контроль, при котором изучаемый объект не подвергается экспериментальному воздействию с сохранением всех остальных условий. Вот это, кстати, новая формулировка. В Рохове такого не было. Че, неужели теперь не надо писать остальные параметры, мы оставляем без изменений? Мне все равно надо. На всякий случай будем писать. Так вот. Давайте скажем, что вообще такое отрицательный контроль. Отрицательный контроль это когда мы не влияем своей независимой переменной. То есть, давайте пропишем. Мы сейчас будем прописывать все вместе. Это будет гораздо полезнее, чем просто ключи читать. Отрицательный контроль здесь будет. Это не влияние рентгеновским излучением. То есть, это отсутствие излучения. Чтобы излучение было в норме, да? Можно еще красиво написать. Помещаем мух в среду без излучения. Помещаем мух в среду без рентгеновского излучения. Так, тут у нас очень странный вопрос. Какие два условия должны выполняться при постановке отрицательного контроля? Какие два условия? Слушайте, хороший вопрос. Давайте вместе подумаем. Что надо написать? Что можно написать? Пытаемся размышлять логически. Значит, отрицательный контроль это отсутствие излучения. Что нужно, чтобы он сработал? Первое. Нужно, чтобы действительно было отсутствие излучения. Давайте так и напишем. То есть, условия, чтобы излучения не было. Чтобы не было влияния независимой переменной. Первое условие. Так и напишем. Еще раз. Ничего страшного. Несколько раз одно и то же пишите. Шикарно попадете в много ключей. Значит, первое условие. Должно действительно не быть этого излучения. Мухи не должны подвергаться излучению. Мухи не должны подвергаться излучению. Второе условие. Давайте напишем. Второе условие. И его мы перепишем прямо отсюда. Нужно, чтобы все остальные параметры были оставлены без изменений. Все остальные параметры должны быть без изменений. Я солнышко, я захожу в закат. Вот два условия. Давайте вместе подумаем. Можно прямо на паузу поставить. Можно ли еще что-то написать? Подумайте, пожалуйста. Если вдруг мысли возникнут, напишите в комментариях. Я вот сейчас посидела, подумала. Возможно, я еще третий пункт бы написала. Вот если бы я на ЕГЭ сидела, думала. Что нам нужно взять новую популяцию мух. То есть нужно на отдельной группе мух проводить отрицательный контроль. Угу. Так и напишем. Нужно. Взять отдельную группу мух. Не подвергавшихся излучению. Так, я буду в графике тусоваться. Не подвергавшихся излучению. Прекрасно. Осталось последний вопрос ответить. Вот желательно, если вас просят там два условия, пишите хотя бы еще плюс одно, чтобы больше шанс попасть в ключи был. Так вот, с какой целью необходимо осуществлять такой контроль? Тут очень стандартный вопрос, очень стандартный ответ. Отрицательный контроль нужен, чтобы определить, действительно ли независимая переменная влияет на зависимую. То есть действительно ли рентгеновское излучение влияет на частоту летальных генов. Отрицательный контроль, отрицательный контроль нужен, чтобы определить, действительно ли рентгеновское излучение влияет на чистоту летальных генов. Частоту летальных генов. То есть действительно ли именно вот такая зависимость. Если мы отменим рентгеновское излучение, но все равно частота летальных генов будет повышаться, то мы поймем, что учет вообще не то мы провели, и на самом деле зависимости нет. А если мы отменим рентгеновское излучение, но частота летальных генов не повысится, значит все окей, значит действительно именно наша независимая переменная влияет на зависимую. Шикарно! Мы сделали 23-е, погнали 24-е делать. Тут у нас вопрос, какое биологическое явление демонстрирует данный эксперимент? Какова роль этого явления в эволюции? Для гоплоидных или диплоидных организмов это явление будет более значимым? Ответ поясните. Такое сложненькое 24-е задание. Давайте попробуем вместе подумать. Итак, какое биологическое явление? Тут мы что делали? Мы облучали мух, и у них возникали мутации, которые приводили к смерти. Следовательно, мы прям всю логику распишем, чтобы точно в ключи попасть. Излучение рентгеновское. Рентгеновское излучение в данном случае будет мутагеном. Излучение. Мутаген. Мутаген. Который приводит к нарушению в наследственной информации. Приводящий к нарушениям в наследственной информации. Можно тут скобочка в генах написать. Но желательно общее слово прям использовать. Потому что у нас мутации бывают и генные, и хромосомные, и геномные. И на хромосомы целиком можно повлиять. И конкретно на гены. Но в данном случае, конечно же, у нас тут будут именно гены. Да, летальные гены. Поэтому в скобочках напишем генные гены. Вот так. Красота. Хорошо. Так, что у нас за явление? Я думаю, что это мутации. То есть это наследственная изменчивость. Давайте мы прям четенько прям все, что мы знаем по этой теме, напишем. Так. Явление. Наследственная изменчивость. Сначала употребляем самое широкое слово. Наследственная изменчивость. Далее пишем подвид мутационная изменчивость. Мутации. Мутационная изменчивость. Чем больше вы вариантов накидаете, тем лучше. Тем больше, чтобы вводить в ключи. К этому досроку нет реальных ключей. Поэтому мы сейчас с вами вместе их формируем. Нам нужно действительно их формировать, как будто мы реально на ЕГЭ-стим. Тем более, так гораздо полезнее для вас будет. Так. Значит, мутации. Мутационная изменчивость. Как мутационная изменчивость, наследственная изменчивость влияет на эволюцию? Какую роль она играет в эволюции? Это чисто прям наш вебинар из мастер-группы по факторам эволюции. И мы как раз там целиком расписываем все семь факторов эволюции. И на предбаннике мы обязательно все темы, которые мы вот сейчас прошли, обязательно разберем. Поэтому приходите вместе заниматься. Мы прямо очень круто прокачаемся перед ЕГЭ. Так вот. Мутации. Какую играют роль? Мутации, они изменяют гены, изменяют наследственность. Следовательно, получается, что наследственная изменчивость предоставляет материал для естественного отбора. То есть, что-то у организма меняется, какие-то изменения наследственные происходят. И вот с этими изменениями потом работает естественный отбор. Если это были полезные изменения, то мы их закрепляем в процессе естественного отбора. А если это фигня какая-то, то мы отбраковываем. Не мы, а естественный отбор. Следовательно, так и напишем. В данном случае у нас летальные гены, то есть не очень полезная штука. Это у нас будет как раз вот отбраковка в процессе естественного отбора. Значит, пишем. Наследственная изменчивость. В скобочках мутационная. Чтобы точно в ключи попасть, да? Изменчивость. В скобочках мутационная. Это материал. Это очень важное слово. Прямо так и пишите. Материал для естественного отбора. Материал для естественного отбора. Все, роскошно. Слушайте, это 24-е задание. Вряд ли тут надо прям расписывать, как конкретно выполняется эта роль. Но на всякий случай я проговорю, чтобы... Ну, в ЕГЭ мы же пишем прям вообще все, что нам в голову приходит, да? Чтобы точно в ключи попасть. Поэтому можно прям еще сильнее расписать. Но, скорее всего, это будет не нужно, да? Что эти мутации, вот как мы только что проговорили, в принципе, вся наследственная изменчивость, она дает какие-то изменения, дает какой-то материал, чтобы потом у организмов, у которых проявляется эта изменчивость, да, они были разнообразными. Кстати, про разнообразие можно дописать на всякий случай. И уже вот эти разнообразные организмы в ходе естественного отбора либо отбраковываются, либо наоборот закрепляются естественным отбором, да? Поэтому тут прикольно, кстати, будет очень написать, что таким образом формируется разнообразное потомство, разнообразные организмы, да, которые уже потом обеспечивают эволюционное разнообразие в ходе естественного отбора. Очень круто было бы написать, давайте так и напишем. Пишем. Давайте я напишу, просто чтобы вы тут время зря со мной не теряли, пока я пишу, я напишу и потом еще раз включу слайд. Я написала, наследственная изменчивость обеспечивает разнообразие признаков организмов, следовательно, эволюционный процесс протекает интенсивнее. Или можно написать, естественно, отбор протекает интенсивнее, да, быстрее эволюционируют организмы. А следовательно, я еще напишу, следовательно, они лучше приспосабливаются к условиям среды обитания. Все, вы восхитительны, это точно все, что нужно написать по поводу наследной изменчивости. И вопрос, для гоплоидных или диплоидных организмов это явление будет более значимым? 100% для гоплоидных, потому что диплоидные организмы имеют двойной набор генов, как бы копию. То есть диплоидный хромосомный набор более стабильный, более устойчивый к мутациям, чем гоплоидный. Так и напишем. Опа, я расписала ответ, давайте я вам его прочитаю. Понятное дело, что это мой ответ, и возможно не все в моем ответе будет в ключах. Но мы пишем так, как будто бы мы сидим на реальном ЕГЭ и ключей не знаем. Ну, потому что так и есть, да? Так, диплоидный хромосомный набор характеризуется наличием гомологичных хромосом, в которых содержится два аллеля одного гена, то есть два варианта одного гена. Если в одном гене произойдет мутация, есть второй запасной без мутации, следовательно, хромосомный набор, диплоидный, более стабильный, там реже проявляются мутации. Гоплоидный хромосомный набор содержит только один вариант каждого гена, следовательно, мутация в любом случае проявится и окажет влияние на организм. Тут мы говорим именно про мутационную изменчивость, но если мы будем говорить про комбинативную изменчивость, но тут у нас не комбинативная, тут у нас как раз-таки мутационная, да? Но если говорить про комбинативную, то тогда диплоидный хромосомный набор более выгоден, потому что там как раз содержится два аллеля одного гена, и значит, при половом размножении произойдет большая вариативность потомства. То есть два варианта одного гена, значит, может образоваться много разных комбинаций, следовательно, потомство будет более разнообразным. Вангую, что вам в основной волне попадется именно про комбинативную изменчивость, возможно, и спросят уже вот это. То есть вот тут в досроке вас спросили про мутационную, но если вас спросят то же самое про комбинативную в основной волне, а шанс очень большой, то вы пишите, что диплоидный набор более выгодный, так как два варианта гена, значит, больше комбинаций красота. Комбинативная изменчивость обеспечивается корсинговером в миозе, независимым расхождением гомологичных хромосомов на фазу 1 и случайным слиянием половых клеток. Все, это тоже напишите, будет роскошно. 25 задание. Определите тип и фазу деления клетки, изображенной на рисунке, учитывая, что исходная клетка была диплоидной. В таком задании обязательно смотрите, какая исходная клетка. Если исходная клетка диплоидная, а вы видите, что нет одинаковых по размеру гомологичных хромосом, значит, это миоз. Если клетка гоплоидная, вот тут написано, значит, у вас точно будет миоз, потому что гоплоидные клетки не умеют делиться миозом, потому что при миозе редуцируется хромосомный набор. И вот у вас 100% кому-нибудь попадется вот тут, что гоплоидная клетка, очень большой шанс. Поэтому внимательно следите. Хорошо? Так, окай, поехали. Что у нас здесь за фаза? Итак, это миоз 2, потому что я вижу, что здесь нет гомологичных хромосом. Это профаза. Тихо. Это профаза, так как мы здесь видим, что разрушается ядерная оболочка, центриоли расходятся к полюсам клетки, но тут они уже разошлись, и хромосомы двуххроматидные. Значит, тип деления. Миоз, паза, профаза 1. 2, простите. Паза, профаза 2. Хорошо. Нужно 4 обоснования типа и фазы. Значит, первое. Это миоз, так как исходная клетка диплоидная, исходная клетка диплоидная, а тут гоплоидная. А на рисунке гоплоидная. Как мы это поняли, нет одинаковых по размеру гомологичных хромосом. Тут нет гомологичных хромосом. Прекрасно. Ага. Обязательно пишите, есть геомологичные хромосомы или нет. Это второе деление. Второе деление. Так как в первом делении миоза как раз редуцируется хромосомный набор. Можно написать волшебную фразу, так как первое... Нет, давайте не в, а просто... Так как первое деление миоза редукционное. Так, переезжаем. Редукционное. То есть уменьшается в два раза хромосомный набор, да? Хромосомный набор уменьшается вдвое. Тут можно еще даже написать, что... Потому что так как гомологичные хромосомы расходятся в разные клетки. Расходятся в разные клетки. Красота? Красота. Так, как мы докажем, что это именно профаза 2? Давайте доказывать. Так, это профаза 2. Потому что... Первое. Всегда пишем двухроматидные или однохроматидные хромосомы. хромосомы двухроматидные. То есть стетос двухроматид. Дву-хро-мо-ти-дные. Два. Мы видим, что здесь разрушается ядерная оболочка. Так и пишем. разрушается ядерная оболочка. И можно еще написать хромосомы спирализованы. Хромосомы спирализованы. 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 И еще четвертый пункт. Я могу даже дописать, что центриоли разошлись к полюсам клетки. Или центриоли расходятся к полюсам клетки. Центриоли, да? Все. Мы тут даже больше написали. Мы прям все супер-мега подробно расписали. То есть вы обязательно пишите хромосомы двухроматидные или однохроматидные. Тут двухроматидные. Нет гомологичных хромосом. Значит, это миоз-2. Потому что первое деление миоза это редукционное деление. И пишите, как вы поняли, что это профаза. Да? То есть разрушается ядерная оболочка. Тут центриоли к полюсам клетки. Хромосомы спирализованы. Шикарно. Шикарно. Двадцать пятое мы сделали. Получается. Двадцать шестое задание. Такое было. Мы его разбирали в нашей мастер-группе. Давайте его прочитаем. И я вам покажу ключи, которые близки к реальным. Для большинства животных характерен способ питания, при котором пища переваривается в пищеварительном тракте. Однако у некоторых животных, например, у широкого лентеца и взрослой особи бабочки павлиноглазки отсутствует рот и кишечник. Рот отсутствует также у личинок рыб в первую неделю после выхода из икринки. Каким образом эти организмы получают питательные вещества? Давайте на этом и становимся. То есть нам нужно про широкого лентеца написать широкий лентец. Нужно написать про бабочку павлиноглазку. Бабочка. И у нас здесь есть еще личинка рыбы. Личинка рыбы. Поехали. Широк... Я написала широкий лентец. Широкий лентец. Широкий лентец это ленточный червь. Мы сразу просто вспоминайте, что вы про него знаете. Мы знаем, что он паразит. Знаем? Да. Паразит. Ленточные черви питаются просто поверхностью тела. То есть у паразитических червей ленточных отсутствует пищеварительная система, потому что питание происходит поверхностью тела. Поверхностью тела. Они всасывают питательные вещества из кишечника. всасывают питательные вещества из кишечника. Организма хозяина. Хозяина. Шикарно. Бабочка-павлиноглазка. Значит, бабочка это насекомая. У нее какое развитие? У нее развитие с метаморфозом. То есть у нее есть стадия личинки, стадия куколки, стадия взрослой особи. У нее нет рта и вообще пищеварительной системы, потому что, видимо, она очень мало живет. И, возможно, ей хватает просто питательных веществ, которые она запасла на стадии личинки. Бабочка, так и напишем, запасает питательные вещества на стадии личинки. На стадии личинки, то есть гусеницы. И потом просто их расходуют. То есть, да, реально ничем не питается. И мага это взрослая особь. Можете просто писать взрослая особь. И мага использует уже запасенные вещества, да, и сама не питается. Уже запасенные вещества. Хорошо. Плюс можно сказать, что срок жизни очень маленький, поэтому ей можно и не есть личинка рыбы. Тут мы тоже можем сказать, что личинка рыбы, она использует питательные вещества, которые она получила еще из икринки. То есть, у нас рыбы, они из икринок вылупляются. И, соответственно, пока рыбка маленькая, она тоже использует просто уже запасенные, даже не запасенные, а уже существующие питательные вещества из икринки. Так и напишем. Личинка рыбы, она использует готовые питательные вещества, можно написать запасенные или просто из икринки. Готовые питательные вещества, яйца икринки. То есть, после вылупления она их расходует. Тут можно, кстати, расписать, что когда личинка появляется из икринки, то в личинке все еще содержатся питательные вещества яйца. Вот. Укажите два процесса, в которых клетки этих животных используют мономеры органических соединений, то есть питательных веществ. Так, два процесса, в которых клетки этих животных используют мономеры органических соединений. Пишем. Процессы. Зачем нам нужны мономеры? Так, мономеры органических соединений нужны в первую очередь для построения тела. То есть они используются как строительный материал, соединяются в организме в полимеры и образуют тело. Второе – энергетический обмен. То есть они расщепляют мономеры, например, глюкозу, и таким образом получают энергию, благодаря которой они двигаются, совершают метаболитический процесс. Значит, пишем «Они нужны для». Первое. Давайте напишем энергетический обмен первым. Для энергетического обмена. То есть эти мономеры расщепляются, и мы получаем энергию в молекулу ХТФ. Мономеры расщепляются. Ага, энергия запасается в АТФ, в молекулах АТФ, и потом расходуется организмом и используется организмом. Ну и второй процесс напишем давайте. Второй процесс – это пластический обмен. То есть мономеры используются для построения собственных веществ организма, для роста. Мономеры используются для построения собственных веществ, молекул организма веществ, можно писать, полимеров организма, следовательно, для роста и развития. Опа! Красота! Красота! Давайте я все ответы перепишу в красивом текстовом формате и скину в наш телеграм-канал. Так вам будет попроще их потом еще раз вспомнить и проработать. Значит, мы написали еще про пластический обмен, что мономеры используются для построения собственных веществ, полимеров организма, следовательно, таким образом обеспечивается рост и развитие организма. Шикарно, восхитительно! Мы тем временем на 27-м задании. Главная функция аппарата Гольджи – это сортировка проходящих через него белков. Для чего далее используются белки, созревающие в аппарате Гольджи? Три примера. В клетках эндотелия, сосудов или поджелудочной железы сильнее развит аппарат Гольджи. Ответ поясните. Так, окей. Значит, как работает аппарат Гольджи? Нарисуем аппарат Гольджи. Хоба! Вокруг пузырьки нарисуем. И мы знаем, что у нас заходят какие-то органические вещества, например, белки, в аппарат Гольджи. Там они модернизируются, превращаются. Например, из первичной структуры белка образуется вторичная, третичная, четвертичная структура. И потом уже эти вещества, например, да, вот эти белки, упаковываются в пузырьки и выводятся из организма или работают внутри клетки. Так вот. Для чего... У нас вопрос какой, да? Для чего используются белки, созревающие в аппарате Гольджи? Первое, мы знаем, что аппарат Гольджи производит лизосомы. Да? Так и пишем. Аппарат Гольджи производит... Лизосомы. Или можно написать образует, да? Лизосомы. Лизосомы – это органоиды, которые расщепляют... Что по другу попалось? Полимеры до мономеров. Например, отработавшие органоиды, внутриклеточное пищеварение и так далее. Значит, пишем про лизосомы. Лизосомы. Значит, эти лизосомы для чего нужны, да? В лизосомах содержатся ферменты. Как раз эти белки. Содержатся ферменты. И это как раз белки, произведенные аппаратом Гольджи. Белки, произведенные аппаратом Гольджи. Ага. Далее, эти ферменты используются при расщеплении органических веществ. Давайте я напишу и включу обратно трансляцию. Что я написала? Аппарат Гольджи производит лизосомы. В лизосомах содержатся ферменты. Белки, производимые как раз аппаратом Гольджи. Ферменты лизосом обеспечивают расщепление органических веществ. То есть, полимеров до мономеров. Крупных молекул до мелких молекул. А зачем это надо? Ну, например, для внутриклеточного пищеварения. Для обеспечения фагоцитоза полноценного. Для разрушения органоидов клеток. То есть, отработавшие органоиды, отработавшие клетки, они все там разрушаются. И классно, да. Мы уничтожаем то, что уже отработано. Все. Функция лизосом написана. Про ферменты написали. Следующие два примера. Второе. Мы знаем, что вот эти пузырьки с белком, они могут выводиться из клетки, чтобы работать как гормоны или как, например, нейромедиаторы. Это прям надо знать про аппарат Гольджи. Очень любят про это спрашивать. Поэтому давайте напишем. Как я написала задачку? Вы, конечно, можете использовать другие формулировки. Главное, чтобы мысль была ясна. Итак, белки, которые производятся аппаратом Гольджи, могут быть секретами, гормонами, нейромедиаторами. Так и написала. Они упаковываются в пузырьки, визикулы, и выводятся из клетки. Соответственно, тут я уже пишу про отдельные вот эти вот пузырьки. Гормоны выводятся железистыми клетками в кровь, обеспечивая регуляцию процессов организма. Нейромедиаторы выделяются в синаптическую щель синапса, обеспечивая передачу сигнала импульса от клетки к клетке. Можно написать от нейрона к нейрону или клетке. То есть, что все-таки это с нейронами происходит. Вы уж где-нибудь укажите обязательно. Вот я, например, в скобочках в конце указала. Хух, все, зацените-ка. Мы три примера привели. Привели. Мы большие молодцы. Да. Кстати, пока я тут смотрела на задание, мне пришел в голову еще один ключ. Я о нем подумала сначала, а потом что-то про него забыла. Так вот, белки могут быть, как мы написали, еще другими секретами. То есть, очень полезно как раз так расписывать подробно, потому что я посмотрела и думала, так, а бывают ли еще какие-нибудь другие секреты? Например, гормоны выделяются железистыми клетками, именно железами внутренней секреции, можно так описать. Это железы внутренней секреции. Но у нас же еще есть железы внешней секреции, которые выделяют, например, пищеварительные ферменты. Поэтому давайте напишем, что железы внешней секреции таким образом могут выводить... И тут примеры приводим. Где-то у нас белки содержатся. Пищеварительные ферменты. Пищеварительные ферменты, например, пепсин, трепсин и так далее в полости органов обеспечивая расщепление веществ, обеспечивая пищеварение. Обеспечивая пищеварение. Давайте напишем расщепление веществ. Расщепление веществ. Вот такое вот задание. Тут, знаете, что полезно еще вспомнить? Функции белков. Если вы вспомните функции белков, так, ага, какие у нее там регуляции бывают всякие разные. Что делают белки? И тут вы вспомните, да, что они бывают гормонами, регуляторная функция, двигательная функция, но тут она нам не особо поможет, нам и надо, чтобы именно выделялось. Как раз вот бывают всякими ферментами, мы про это написали еще в лизосомах, мы молодцы, но то, что они выводятся наружу, как ферменты, тоже важно вспомнить. Хоба! В итоге мы написали 4 пункции, и знаете что, мы большие молодцы. Тут надо 3 примера, мы написали 4, чтобы больше шансов было попасть в ключи. И последний вопрос. В клетках эндотелия сосудов или поджелудочной железы сильнее развит аппарат ГОЛДЖИ? Конечно же, поджелудочная железа. Как раз, кстати, пока мы отвечаем на последний вопрос, мы могли дописать еще одну, вот эту последнюю функцию. Поджелудочная железа там сильнее. Давайте напишем. Поджелудочная железа. А какой был вопрос, перечитываем. Где развит сильнее аппарат ГОЛДЖИ? Аппарат ГОЛДЖИ развит сильнее в поджелудочной железе, так как она выделяет кстати, и ферменты, и гормоны. О, кошмар! То есть надо желательно написать и про ферменты, и про гормоны. Давайте напишем. Итак, что я написала, как я расписала. Так, аппарат ГОЛДЖИ развит сильнее в поджелудочной железе, так как в пузырьках выводятся первое, белки, гормоны, инсулин и, кстати, глюкогон. Глюкогон подпишем. Это она работает как железо внутренней секреции. А пищеварительные ферменты поджелудочные выводят как железо внешней секреции. Это трепсин, липаза, амилаза, нуклеаза. Возможно, не надо примеры писать, но на всякий случай я написала. И тут важный нюанс. Реально, поджелудочная железа работает и как железо внешней секреции. Пищеварительные ферменты, да? Ага. Выделяет в 12-перстную кишку, подпишу, в тонкий кишечник или в 12-перстную кишку. В 12-перстную кишку. И гормоны инсулин и глюкогон, которые что делают, какая у них функция, контролирует уровень глюкозы в крови и в клетках. Роскошно. Ух, все! Мы добили это задание. Осталось только сделать две задачки на биосинтез и генетическую. Итак, задачка. По биосинтезу. Известно, что комплиментарные цепи антипараллельны. Синтез начинает с 5-штрих конца. Ага, все круто. Рибосома движется по информационной рынка в направлении от 5-штрих к 3-штрих концу. Ген имеет кодирующую и не кодирующую области. Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов. Хорошо. Отлично. Тут нужно определить матричную транскрибируемую цепь ДНК, если синтез начинается с минексоты МЕД, то есть нам не дана транскрибируемая цепь. Укажите последовательность фрагмента информационной РНК и фрагмента полипептида. Для выполнения используйте таблицу. Хорошо. Так, мы смотрим. Тут у нас транспортная РНК. Мы сразу пишем, мы всегда начинаем эту задачку вот с такой фразы. Аминокислоте МЕД соответствует кодон информационной РНК. Если вдруг забыли, то подсматриваем его тут. А-У-Г. Так, пишу. Аминокислоте МЕД соответствует кодон информационной РНК. Пять штрих. А-У-Г. Три штрих. Роскошно. Теперь мы напишем комплиментарный триплет на ДНК. комплиментарный триплет. Ну или можно писать кодон, неважно. ДНК уже. Это три штрих. Т, А, С. Аденин, тимин, урациладенин, гуанин, стазин. Пять штрих. И мы еще будем искать на этих цепях нашего ТАЦ. Причем очень важно искать в направлении от три штрих к пять штрих. Смотрим. Итак. У нас тут есть вот нижняя цепь. Давайте тут посмотрим, есть ли тут ТАЦ. Ищем, 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 ищем. Не нашли. Теперь мы ищем на верхней цепи. Но смотрим тоже от три штрих к пять штрих. То есть мы вот так смотрим. Иначе у нас не будет. То есть нужно смотреть с правильного конца. Мы специально для этого штриха написали. Вот. Именно от три штрих к пять штрих смотрим вот здесь. Извини, не хотела стирать. Ищем тут. Вот оно. Вот ТАЦ. Значит, верхняя цепь матричная будет. Верхняя цепь транскрибируемая. Ищем еще ТАЦ. Вдруг найдем. Не дай бог. Тогда задача усложняется. Так, 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 так. Фух, нету. Значит, мы нашли на верхней цепи. Следовательно, нам нужно именно по верхней цепи, по вот этой, составить информационную РНК. Причем, вот эта цепь, она перевернута не так, как мы хотим. Потому что нам же информационную РНК надо будет составлять от пять штрих, три штрих конца. Поэтому мы можем либо переделать ДНК, либо переделать саму информационную РНК. Ну, в смысле, в плане просто перевернуть. Я выпишу специально, специально верхнюю цепь ДНК по направлению три штрих, пять штрих, чтобы еще потом там ТАЦ подчеркнуть. Давайте это сделаем. Фух, написали. Так, я сделала отдельный слайд, где я вот начало своего ответа выписала. Здесь я просто переписала верхнюю цепь в направлении от три штрих к пять штрих к концу и написала, что это транскрибируемая ДНК. Но мы еще обязательно напишем, что вот этот вот триплет мы находим на верхней цепи, значит, верхняя цепь транскрибируемая. Хорошо, мы прям так и напишем. Такой триплет есть на верхней цепи, следовательно, она транскрибируемая. Она транскрибируемая. Транскрибируемая. Красота. Супер. Так, мы транскрибируемую ДНК написали, а теперь по принципу комплементарности мы находим информационную РНК и антипараллельности. Пишем пять штрих и синтезируем цепь по принципу комплементарности, как обычно. Мы написали. Можно АОГ как раз тоже подчеркнуть наш стартовый кодон. И осталось только по таблице генетического кода найти, соответственно, последовательность именно кислот. Тут у нас все хорошо. У нас уже повернута информационная РНК от пять штрих конца. Подпишем, что это информационная РНК. Хорошо. Так. Внимание. Внимательно, пожалуйста, проверяйте свои цепочки, чтобы никаких ошибок не было. Прямо перепроверяйте их. Особенно на ЕГЭ, конечно же. Договорились? Вопрос. Нужно ли писать, с какого нуклеотида начинается синтез? Можно написать по приколу, но мы с вами подчеркнули первый триплет, поэтому все ок, можно не писать. Но на всякий случай пишем раз, два, три, четыре, с пятого. Синтез начинается с пятого нуклеотида. Синтез начинается с пятого нуклеотида. Красота? Красота. И теперь просто по таблице генетического кода находим последовательность эминокислот. Вот у меня получился фрагмент полипептида. В итоге получается мед, мы начинаем вот отсюда синтезировать, мед, сер, алла, глу, лей, сер. Роскошно, вы восхитительно и решили биосинтез. Осталась генетическая задачка. Читаем. У человека аллели генов атрофии зрительного нерва и гемофилии типа А находится в одной хромосоме. Это значит у нас будет задача на нахождение двух генов в хромосоме. Плюс если у вас первое приложение такое, то значит будет происходить карсинговер. Читаем. Моногомозиготная, не имеющая указанных заболеваний женщина, у матери, которая была атрофией зрительного нерва, а отец не имел указанных заболеваний, вышла замуж за мужчину без атрофии, но с гемофилией. Родившаяся в этом браке здоровая дочь вышла замуж за мужчину, не имеющего этих заболеваний. В семье родился ребенок с атрофией зрительного нерва и гемофилией. Тут нужно состоять решение задачи, указать генотипы и фенотипы все подряд родителей и потомства в двух браках и объяснить возможно ли, точнее нет, просто объясните рождение имеющего эти два заболевания ребенка у здоровых родителей во втором браке. Итак, если женщина моногомозиготная без заболеваний, то значит, что значит моногомозиготная? Значит, у нее один ген должен быть в гомозиготной форме, а другой в гетерозиготной. Так, у нас есть какая-то женщина, она здорова. Давайте представим, что у нас атрофия зрительного нерва, допустим, это будет А, а гемофилия будет Б. То есть, мы прям можем сразу написать дано у нас заболевание типично тут рецессивное. Так, почти что всегда, если вдруг в задачке как-то по-другому не намекнут, что не так, то обычно они рецессивны. То есть, пишем х с индексом А большая это отсутствие атрофии. Х, а маленькая атрофия. Атрофия. х Б большая это гемофилия. Нет, отсутствие гемофилии. Отсутствие гемофилии. А х с индексом Б маленькая гемофилия. Все, роскошно. Теперь можем проанализировать женщину. Она у нас здорова, значит, у нее должна быть и А большая и Б большая, но непонятно где. Сейчас будем анализировать. У матери была атрофия зрительного нерва, то есть, мама у нее ХХ, если она с атрофией, значит, она А маленькая, А маленькая. А отец у нее был Х, Y, полностью здоров, значит, у него А большая, Б большая. Значит, у нашей прекрасной женщины должна быть одна Х-хромосома от папы, от бати, вот так. Значит, тут А большая, Б большая, пишем батину Х-хромосому, а вторую мамину, тут должна быть А маленькая, а вторая буква тоже Б большая, потому что нам нужна моногомозигота. По гену А как раз-таки у нас гетерозиготность, а по гену Б гомозиготность. Плюс у матери не написано, что была гемофилия, поэтому она, скорее всего, вот такая, и логично, что от мамы мы получаем вот такую хромосому. Все, это самое важное в этой задаче определить генотип исходной женщины. Мы определили, она у нас вот такая, поэтому пишем парента женщина такая, скрещиваем ее с мужчиной, за мужчиной без атрофии, но с гемофилией. То есть мужчина у нас будет без атрофии, значит, А большая, но с гемофилией, значит, Б маленькая. И вторая, Y-хромосома без всяких аллелей. Пишем гаметы. Так, тут у нас не будет крысинговера, потому что у нас здесь нет ди-гетерозигота, и новых комбинаций при крысинговере не образуется. То есть крысинговер проявляется только если у тебя организм ди-гетерозигота, А большая, маленькая, Б большая, Б маленькая. А тут не такая, поэтому крысинговер не проявится, хоть и будет. Значит, гаметы у нас ХА большая, Б большая, ХА маленькая, Б маленькая. Так, отец у нас ХА большая, Б маленькая, Y. Прекрасно. Пишем детишечек. Детишечки у нас будут девочки ХА большая, Б большая, ХА большая, Б маленькая, и ХА маленькая, Б большая, ХА большая, Б маленькая. Это девочки, можем сразу у них подписать пол, и давайте посмотрим сразу на их фенотипы так тут у нас девочки будут здоровы желательно писать отсутствие атрофии отсутствие гемофилии это тоже отсутствие гемофилии прекрасно так у родителей тоже обязательно пишем женщины отсутствие всего отсутствие атрофии отсутствие гемофилии и у мужчины тоже да не тоже отсутствие атрофии но гемофилия отсутствие атрофии но зато гемофилия гемофилия нашего мужчины так отлично надо теперь мальчиков написать пишем мальчиков так у них будет y хромосома от бати и гаметы мамы а большая б большая а второй x а маленькая б большая так проверяем тут у нас мальчик мальчик обязательно пишите пол это очень-очень важно тут отсутствие атрофии и отсутствие гемофилии 2 мальчик у нас будет с атрофии атрофия но зато без гемофилии нет гемофилии или отсутствие гемофилии написали хоп уже готово первое скрещивание представляете роскошно роскошно перепроверяем у нас все ли правильно так обязательно проверять все ли генотипы вы подписали все ли фенотипы все ли значки пола вы поставили это прямо очень очень важно так да дальше родившаяся в этом браке здоровая дочь вышла замуж за мужчину не имеющего заболеваний мужчину не надеемся если вдруг больные дети то эту у женщины наши должны быть аллели в этой семье родился ребенок с атрофии зрительного нерва и гемофилии то есть нам нужно взять женщину у которой есть и а маленькая и b маленькая а это вот это то есть мы обязательно берем вот эту потому что у нас ребенок должен получиться весь больной ну собственно берем ее и нам нужно ее скажем поженить с мужчиной без заболеваний это у нас будет второе скрещивание давайте его проведем паренто так женщина наша вот такая скрещиваем с мужчиной который x а большая бы большая y так тут девочку у нас полностью здорово то есть отсутствие атрофии отсутствие гемофилии и мужчина тоже самое до отсутствия атрофии отсутствие гемофилии должен откуда появится ребенок больной двумя заболеваниями здесь мы понимаем что без крысинговера нам не обойтись потому что ребенок должен быть мальчик и он должен быть x а маленькая бы маленькая чтобы в итоге быть больным да вот значит точно будет крысинговер сто процентов но мы и так это знали сначала пишем здоровые гометы потом пишем больные гометы вот это без крысинговера да так и подписываем без крысинговера а теперь сейчас напишем с крысинговером x а большая b большая и x а маленькая бы маленькая вот это гометы с крысинговером с крысинговером так батя x а большая b большая y роскошно роскошно пишем теперь детишечек детишечек так все и всех девочек выписывают выписываю гомету папы так очень просто писать вот на расстоянии гомету папы выписываем четыре раза и подставляем гомету мамы сначала ту которую без крысинговера две штуки да а потом те которые с крысинговером и мальчиков у мальчиков будет игрек хромосома от папы гометы от мамы ага вот он у нас сын больной двумя заболеваниями шикарно что мы хотим мы хотим подписать сейчас обязательно фенотипы фенотипы подписываем у мальчиков и теперь пишем фенотипы на самом деле можно просто здорово-здорово но в егэ хотят чтобы мы все-таки старались писать отсутствие заболевания поэтому я напишу быстренько отсутствие атрофии отсутствие гемофилии и везде так все у нас все девочки будут здоровы потому что спасибо бате за супер здоровую x хромосому так теперь теперь мальчики у одного мальчика будет давайте прям подпишем у этого атрофия у этого гемофилия этот здоров а у этого и атрофия и гемофилия и можно написать отсутствие гемофилии тут отсутствие атрофии вместо здоров напишем отсутствие и это это можно вообще без проблем отсутствие гемофилии отсутствие атрофии то и мы поняли тут с вами что мы молодцы мы написали все фенотипы да вот это вот с атрофией вот это с гемофилии вот это здоровые а вот это с двумя заболеваниями у нас получилось а все почему потому что у нас произошел кроссинговер то есть вот эти четыре организма они имеют кроссоверные гаметы мы можем назвать таких организмов рекомбинантные так можно и подписать красота и все мы с вами решили задачки ура 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 и нужно объяснить рождение имеющих двух два заболевания ребенка у здоровых родителей во втором браке и тут мы пишем стал очень очень стандартную фразу мы пишем больной двумя заболеваниями ребенок образуется так как в результате кроссинговера у матери появилась x хромосома содержащая два рецессивных аллеля заболевания и у этого организма есть y хромосома который не несет аллелей заболевания чего давайте я это напишу словами и вам покажу вот такое пояснение пишем этот ребенок унаследовал образовавшуюся в результате кроссинговера x хромосому от матери можно написать содержащую два рецессивных аллеля заболеваний и y хромосому от бате который в принципе не имеет аллели этих генов и получился такой больной ребенок ох готова мы восхитительны мы решили весь вариант из досрочного периода как вам кстати вариант напишите в комментариях понравилось или нет может быть что-то интересное для себя найдете или вдруг интересы мысли появится пишите так то что я вот сейчас написала на первую вторую часть я обязательно ставлю в нашем телеграм-канале биосинтус сотки поэтому приходите в на протяжении одного-двух дней я все перепишу красиво чтобы было и туда опубликую будет очень полезно ну и очень сильно зову вас вместе готовится к егэ ты и г осталось совсем совсем ничего и вы можете заниматься со мной у нас очень классно на курсе очень крутые продуктивные вебинары если вам понравился мой разбор то приходите давайте вместе готовиться у нас сейчас есть курс flash кстати на него скидки стартует сегодняшнего дня там вообще весь курс биологии полностью все темы нужны для егэ очень много вебинаров как раз вот еще время есть можно его прикупить и вот что успеете то пройти ну и всех супер зову на курс предбанник потому что это супер интенсивное повторение вообще всех 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 тем по биологии за две недели до экзамена то есть мы стартуем 30 мая будет 8 вебинаров каждый длится по 6 по 7 часов и за каждый вебинар мы целиком и полностью проходим все темы всех разделов по биологии и задачки будем решать и генетический и на биосинтез и куча всяких классных файликов в телеграм-канал предбанника вам тоже скин записаться можно по ссылке под этим видосом пишите флэш или предбанник зависимости того что вы хотите купить кстати если вы покупаете флэш то вам предбанник идет между прочим в подарок так что смотрите возможно вам и то и то пригодится все котята всех обнимаю вы очень крутые и очень большие молодцы что разобрали целый вариант всем пока пока увидимся